итак друзья на часах у нас уже 21 минут 9 и в наших гостях в нашей эфирной студии прекрасный человек который много чего нам расскажет зовут его виктор раз доброе утро доброе утро друзья он с таким вот легким золотистым загаром появился в нашей студии явно не на камчатке него получил потому что только буквально вчера мы встречались здесь деда мороза и снегопад а вернулся у нас из кругосветного путешествия все верно ну практически да так колитесь каким таким образом вы умудрились с камчатки объехать оплыть обойти как правильно сказать обоплыть полмира и вернуться с классными впечатлениями рассказывать все на самом деле очень просто летом прошлого года на самом деле в мечта это носилась давно всегда это хотелось сделать план вынашивался до план вынашивался но он был настолько нереалистичные что потому что это очень тяжело очень трудно дорого богата на вот и по просто подвернулась возможность и особых размышлений по этому поводу даже небо были небольшие так как получил бобро от близких бабло в том числе добро и бабло но именно так и расцениваю подвернулась возможность подвернулась это дорого было а потом просто подвижно подвернулась возможность это как это ты наш нашел яхту себя во дворе или как просто как это близкие они помогли финансово или благословили это самое главное что благословили можно было просто не вернуться потом и все-таки с бобром что там все просто товарищ мой друг хороший продавал яхту и я решил ее забрать вот она находилась не так близко как казалось бы она ходилась в черном море в крыму и вы отправились в крым и я отправился в крым забрал эту яхту начал ее готовить по ходу начал готовить людей подобрал которые весь экипаж был камчатский часть команды часть корабля часть команды часть корабля а у меня в голове мысль ночью с деком нельзя было доставить я думал по поводу с дека но яхту и виктор такой вот мне 60 и приходит яхта он такой классно доставка во время все заблокировали приложение так что не дошла бы а вообще даже вот так вот ничего себе так вот вы все встретились в крыму дамы все отправились мы встретились конца октября в крыму и 8 ноября 23 года мы вышли из города севастополь через черное море уже где побывали побывали на самом деле много где началось все с перехода черного моря которая встретила нас первый же день жесточайшим штормом которые в черном море бывают очень такие противные не не неприятно неприятно и мы это все вынесли и через три дня мы уже зашли в город стамбул пролив босфор это чудеснейшее место очень красивое очень историческое очень было приятно оказаться там посмотреть это все своими глазами прошли прошли этот город стамбул подожди я не могу не задать этот вопрос вы до этого путешествия были как-то связаны с морем потому что это же нужно уметь ходить в море уметь выживать в шторм у вас команда как вы ее собирали конечно у нас все ведь все члены экипажа это все их смены это все люди которые тем или иным образом связаны с морем и работают море вот то есть все кто ходит на небольших лодочках на небольших яхтах у нас здесь на камчатке летом ежедневно то есть все моряки но дело там что есть же большая разница между тем чтобы на пару часов выйти на камчатке в море да и отправиться прям вот в кругосветочку если я правильно понимаю конечно все верно люди уже многие у которых за плечами по несколько дальних походов вот из камчатки на филиппины в японию таиланд люди уже прожженные так на вашем послужном списке значит мальдивы африка египет таиланд япония саудовская аравия как происходит заход в иностранные государства там как погранслужба как вас встречала или сложный процесс вообще вот так вот на яхте по всему миру знаете на процесс на самом деле не очень сложный то есть ты заранее когда уже у меня был намечен план посещение тех или иных стран но я уже начал непосредственно окунаться в структуру вообще как это происходит в каждой стране отдельно ну вот или каждой стране по разному нет на самом деле в каждой стране практически все идентично то есть процесс он там три-четыре службы которые ты должен пройти по приходу в эту страну и принципе все просто но приходится сталкиваться с местным колоритом и у некоторых людей понимание разное особенно там мы столкнулись с проблемами в африке это маленькая африканская страна джибути ну вот которая очень одна из беднейших стран в мире но запросы у них ой-ой-ой-ой-ой просто да что значит запрос нужно заплатить это это давай деньги или мы вас едим совершенно примерно тогда абсолютно тоже я при я прям попал деньги давай да а еще какие-то курьезные случаи были например такой случай который после которого нет все хватит я завязываю с морем я остаюсь на суше было что-то у нас принципе все пошло по плану от моего плана и мы сильно не отходили но бывали конечно такие и страшные моменты и серьезные моменты под угрозу конечно экспедиции это все не ставилось но но комментарии от команды были в духе витя витя ну куда ты нас привел ну ну что такое ну нормально же ездили вот но вот вот так катались по кампатике вообще классно было два часа выехали вернулись и все и кофеечек пьем а тут вот ничего себе с октября месяца так чем вы там питались расскажите вы же много месяцев ходили 7 месяцев получилось вот вы наверное в странах себе какую-то провизию забирали на борт что запомнилось из каких-нибудь местных кулинарных изысков но так скажу что от турции до таиланда кулинарных изысков у нас не было никаких потому что в тех странах которые мы посещали с продуктами очень все плохо они бедняги питаются непонятно чем вот и мы жили в основном на на том что заготовили сами ну да шираки были но я старался чтобы у нас рацион был полноценный но сосисочку еще да никто не спорит никто не спорит ладно пираты были пираты были до два раза на пираты практически давно он забыл шляпу и вернулся за ней мы не стали его ждать как это было выождите вы встретили пиратов и вы но че сидит мы проходили страну сомали всем известную о как в адамском до в адамском заливе вот и ночью сначала первую ночь потом вторую ночь вокруг нас окружил какой-то либо катер либо большая лодка целью разведки то есть не смотрели кто мы что мы но у нас не тронули а как мы поняли что это пираты там больше никому там такие места что там с одной стороны йемен с другой стороны сомалии я почему-то ситуацию странно вижу то есть вокруг кружат пираты они присматривают только тех у кого одну заведомо понятно что там богатые люди вот но тут ребята салютуют дошираками таки типа вот тут ничего больше лет мы из камчатки едем ребята вот такие а в целом счастливого пути получается вот так так ну что у нас план это уже есть на новую экспедицию и если вдруг среди наших радиослушателей есть те кто хочу с ними берете на борт берем при соответствующей подготовки денег обсудим денежек куда собираетесь и когда и надолго новый ли маршрут будет или потому что пойдет на данный момент мы отдыхаем готовимся к работе нужно поднабраться еще опыта вот ну а так конечно очень хотелось бы посетить южное полушарие есть еще мечты туда на ту сторону сходить анастасия уже спросила в долго идущие планы но хотелось бы выяснить где понравилось больше всего и какие быть может достопримечательности зацепили вы как-то вот с борта спускались или как это происходило конечно мы старались бы я старался организовать наше путешествие таким образом чтобы не просто зайти в какую-то страну и там от поставить галочку что мы были именно посмотреть как живут люди это очень интересно и вот опять же вернусь к этой африканской стране маленькой джибути она хоть и на очень бедная просто смотреть на этих людей очень страшно но поразило вообще как они там выживают потому что это вся страна один большой вулкан похоже чем-то на камчатку вот допустим в районе мутновки вот у них вся страна выглядит так не растительности ничего абсолютно просто огромная каменная пустыня и люди в этой пустыне живут в картонных коробках каких-то каменных домиках непонятно каким образом я как любитель чтения я прям вижу уже какую-то книгу по итогам вот этой экспедиции мне кажется вам есть что рассказать виктор если кто-то вы или кто-то из вашей команды обладает литературным услугам то я думаю что тут путешествие с камчатки до от крыма до камчатки через сложный такой маршрут я думаю нужно описать а я как не любитель читать хотелось бы видео отчеты какие-то посмотреть быть может кто-то какой-то влог ведет еще что-то вот непосредственно с местности где вы находились я веду ввиду свой телеграм-канал где это все публикуется да поэтому там есть все истории самые яркие коробки засняли коробки засняли и корр засняли которые эти коробки едят там больше есть нечего спасибо друзья если вы только что подключились к нам то можно посмотреть самого начала нашу беседу в телеграм-канале масс-медиа камчатка на совсем скоро там появится конечно же наша служба новостей обязательно во всех подробностях уже с видео которые получат от виктора сделает материал и напомню что в гостях у нас был путешественник моряк виктор марченко наш земляк который с крыма до камчатки доплыл на яхте вместе со своей команды забыла энтузиаст да я даже чуть-чуть авантюрист получается если там еще сомалийские пираты были вот-вот который планирует новую экспедицию друзья спасибо вам большое очень было интересно и мы конечно немножечко с кешей завидуем самую малость чуть-чуть анастасия загару я путешествие я вам выдам чек-лист ликолепно все до встречи в эфире спасибо что были с нами